Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос, после того, как я был очень подростком, посмотрел сериал Японский Звонок, я просто не здраво влюбилась в садок, о котором с рождения, не знаю, как заслуга, был облегчен темный дар, проклинать и убивать. История с интересным коллегами, сколько же власти у этой женщины, что лишь пожилав обидчику смерти, его деструктивные намерения тут же реализуются. Ни один шаман-священник церковь не могут ей противостоять. Блин, это какую же гордыню нужно иметь, чтобы быть настолько неубиваемой, фактически равной Богу. Как вы думаете, что на самом деле такое садок, как кинозлодейка, не нужно заниматься блемингом и синхронизировать садок со мной. Почему ее невозможно нейтрализовать? Откуда такая власть проклинать и убивать? Можно ли спасти свою душу? Мораль ее и нравственность, посмотрел кассету и не погибнуть физически, не смещая проклятия на других. Почему садок продолжает сниматься по сей день? Кассета продолжает убивать. Я не беру коммерческую составляющую фильма. Как вы думаете, однажды садыка обретет покой? Ну, наверняка, так или иначе, покой, покой обращаться. Вот. И, в общем-то, в общем-то, как мне видится, рано или поздно какие-то идеи у себя изживают. Вот. Но могут перевоплатиться на что-то иное. Я не думаю, что конкретная идея, сама идея, лежащая в основе фильма «Звонка. Звонок», она является какой-то уж слишком оригинальной. Вот. И сейчас я думаю, что подобные идеи были и до этого «Звонка», до фильма «Звонок». Просто ни одна из идеи не ложилась вот так. Ни одна из идеи не показывала так. Вот. Какую-то ситуацию, да. И, отсюда такая популярность. Но, с другой стороны, популярность, она ведь не только «Звонка». Популярность есть у многих фильмов и ужасов. «Крик», например. «Кошманы улиц связов» и прочее-прочее. У всех этих кино лет очень большая история. Вот. Поэтому я думаю, что дело здесь в том, что людям нравится, во-первых, фантазировать, а во-вторых, переживать. Приживать. Приживать определенные чувства. Я думаю, что вот это вот состояние, с одной стороны, полной незащищенности перед кем-то, с другой стороны, состояние такого, знаете, полного могущества, то есть, ну, столкновения с могуществом. Другого людям очень нравится. Потому что и в том, и в другом случае, и в том, и в другом состоянии, и в том, и в другом случае, человек чувствует себя в безопасности. То есть, это такое состояние, когда я либо, вот как вы сказали, не убиваю полностью, и со мной никто ничего не может сделать, либо я не защищен полностью, и я тоже ничего не могу сделать. Вот людям нравится эта определенность. Людям нравится вот это вот чувство, чувство определенности. Когда я знаю наверняка, что не могу ничего изменить. Я знаю наверняка, что от меня ничего не зависит. Людям очень нравится это состояние. И напротив, людям нравится надежда. То есть, что всегда есть надежда, что как бы плохо не было, всегда есть надежда, что что-то получится изменить, что-то получится исправить и так далее. Всегда есть надежда. Вот эти вот базовые вещи, которые при удачной обертке, атмосферной обертке, удачной обертке, зрелищной обертке. Вот. И создают такую вот историю, что людям интересно смотреть снова и снова на эту историю. Еще людям нравится пугаться, то есть, людям нравится бояться, потому что вот в этом смысле, насколько человек сильно боится, настолько человек ощущает себя в безопасности. Вот. Дальше. Значит, ну вот вы спрашиваете, можно ли спасти свою душу, морально-морально-морально, смотря в кассету и не погибнуть физически. Можно, можно, конечно, если вы будете смотреть эту кассету, отдаваясь полностью вашей системе ценностей. То есть, если вы, смотря, ну, смотря кассету, будете чувствовать то, что для вас ценно, вот именно для вас и только для вас, то я думаю, что... Никакую проклятие вы не придадите. Вот. Правда, есть некоторые сомнения относительно того, насколько... Ну, насколько реально проклятие существует на самом деле. Вот. Вот. Есть некоторые сомнения относительно этого, потому что, ну, все же... мы как-то вот, наверное, привыкли к тому больше, что проклятие... ну, что проклятие не существует. В рамках. В рамках. Что это концепция. Вот. И сама вот эта вот, сама вот эта вот система того, что человек бессилен, да, это концепция тоже. То есть, человек помещает себя в определенные рамки и не получая возможности действовать в этих рамках, ему начинает казаться, что он бессилен. Хотя это всего лишь рамки той концепции, в которой он видит мир. Этим очень хорошо пользуются, кстати говоря, манипуляторы. Манипуляторы очень хорошо пользуются тем, что человек помещает себя в определенные рамки и манипуляторам просто достаточно показать, что в этих рамках он сделать ничего не может. На самом деле, для человека, который может выйти за пределы концепции, на самом деле, человек, который может выйти за пределы концепции кассеты или проклятия или чего-то еще, он никогда не будет этому подблазить. Потому что, что такое проклятие, да, это некая запрограммированность. Запрограммированность возможна только когда я принимаю чужую концепцию. То есть, я могу принять чужую концепцию только потому, что я принимаю сам и свою какую-то концепцию тоже. Вот. И, соответственно, если человек может выйти за пределы своей концепции, он может выйти за пределы концепции другого человека, кого угодно. И все это станет бесполезным и бессмысленно. Вот. Если как-то с детства, например, внушили человеку, что нужно бояться. Так, еще вот. Вот. Ты боишься проклятия, вот, если тебя проклянут, да, не дай бог, тебя проклянут. Ты боишься. Вот. Что? Такой человек, конечно, будет этого бояться. Он будет этого бояться, он будет стараться этого избегать, ему будет казаться, что он этого избегает. А на самом деле он только лишь проклятавливает почву для того, чтобы случайно сказанное слово или прямо выраженное действие легло уже в эту концепцию проклятия. Я не буду скрывать, что ваш текст, он написан достаточно сбивчиво. Я не буду скрывать, что я слабо вижу причины следственной связи. Я понимаю, что, скорее всего, вы пишете метафорическим. Я также вижу то, что у вас довольно много злости и, в общем-то, склонность к интеллектуализированию. Интеллектуализация, это верный признак того, что вы себя сами помещаете в очень серьезной рамке. Вот, пожалуй, такой ответ можно вам дать сейчас. Я надеюсь, что вам это было полезно, надеюсь, что вам это было интересно. Я желаю вам всего самого доброго, удачи, обращайтесь. Субтитры сделал DimaTorzok